Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы по-прежнему слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90am, на нашем веб-сайте radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале, ну и с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах и айпэдах. И в течение ближайшего часа мы с вами совершим экскурсию в новую реальность с Татьяной Минакер. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Рада-рада-рада вас слышать и даже почти видеть. Как вы там поживаете? Спасибо, все в порядке. Надеюсь, что и у вас все хорошо. Вообще, есть некое настроение, несколько меняется. После этого ковида-бенсия, я смотрю, что не только красные штаты, но уже и голубые штаты. И, по-моему, даже ваш пресловутый губернатор, по-моему, объявил о том, что они больше не будут продлять режим чрезвычайного положения, связанного с ковидом, то есть мандаты как бы продлять не будут. Некоторые штаты уже отменяют. Причем штаты не только, скажем, Флорида, которая никогда этого не делала, и другие, а именно штаты, которые управляются демократами. И теперь специалист СНН заявил о том, что да, наука поменялась, теперь обстоятельства поменялись, теперь уже можно отменять мандаты. Теперь уже можно все переложить, так сказать. Или народ помнил, что они теперь сами должны соображать, носить им маски, не носить им маски. То есть в течение двух лет народ был абсолютно тупой, ну, какая-то часть народа. А вот правительство, вот чиновники, скажем, этот, Фаучи, они были такие умные, они решали за все 330-миллионное население Соединенных Штатов, как им ходить, что им носить, на каком расстоянии друг от друга быть и так далее. А сейчас вот ситуация поменялась. Поэтому это несколько радует. Вы знаете, я это вижу очень хорошо по моему окружению, будем так говорить, молодому поколению. И вы знаете, это как ни смешно, как ни смешно. Все началось с детей. Вот точно так же, как восстание в Вирджинии, там началось через детей. Я это вижу очень хорошо по своим собственным родственникам, у которых дети ходят в школы, в детские сады, в каком они бешенстве находятся. Что, понимаете, одно дело, когда их взрослых заставляли делать вакцины, которые уже сейчас ясно, понятно, не проверены, непонятно, какие у них сайд-эффекты, там побочные эффекты отрицательные, это одно. Но когда дело касается детей, люди становятся невероятно чувствительны. И вот это, вы знаете, вот это самое главное. Потому что когда вашего ребёнка, четырёх, пяти, шестилетнего, заставляют сидеть в маске целый день и дышать собственным углекислым газом, то взрослые дяди и тёти ходят по ресторанам и гуляют без масок. Тех, кто их заставили, это же все видят, понимаете? Это никуда не девается. И поэтому люди начинают беситься и начинают думать, а что же происходит. Начинают, так сказать, высказывать недовольство, начинаются протесты. Но это постепенно как-то и доходит до тех, кто наверху, потому что всё-таки они ещё как-то, пускай уже далеко не на сто процентов, но как-то от выборов зависят. Их всё-таки мнение населения хоть немножко доволнует. Я уже не говорю про то, что сейчас, вы знаете, интересное такое событие происходит, что CNN, вот тот самый флагман левых медиа, просто вообще провалился, и его никто не слушает и не смотрит до такой степени, что его даже убирают из аэропортов. Понимаете? А это тоже показатель, потому что это люди стали слушать Фокс и Такер Карлсона. И я смотрю, как такой, например, комедиан, очень известный комедиант, у которого шоу уже многолетняя Билл Майерс, он тоже, если его послушать и убрать его Филиппике против Трампа, ещё там кое-чего, ну он просто звучит как right-wing комментатор. То есть он приглашает к себе уже очень-очень таких людей, как, например, Джордан Питерсон он приглашает, даму, которая возглавляла у Трампа, его штат. Ну, в общем, целый ряд людей очень... То есть они почувствовали... Вы понимаете, это люди, которые работают на публику, и они чувствуют, когда публика ими недовольна. Публика недовольна, и они начинают, как флюгер на ветру, менять направление. И вот это, конечно, к сожалению, это очень задержалось. Вот эта идея того, что те, кто делают тесты, это тест на диатизм и так далее. И все эти вакцины, сумасшедшие вакцинации абсолютно, когда там уже говорят, что надо детям её делать с полугода, и так далее, и так далее. Я даже знаю по своей собственной семье, что у меня, например, в семье всех, кто вакцинировался, там 8 человек, все после этого благополучно заболели. Вот, поэтому кто его знает вообще, где правда. Я, опять же, я очень смешной товарищ, потому что меня дочка в своё время заставила делать эти вакцины, но я вообще считаю, что люди имеют право отказаться от этого совершенно чётко, и что это нарушение вообще всяческих свобод. Ну вот такая вот история. Поэтому действительно изменения происходят, и дай бог, чтобы изменения произошли к лучшему. Но во всяком случае, как с другой стороны, кто-то сказал, что если... А, да я вспомнила, кто это сказал, в дуалис Козловский, что если правые сдвинулись вправо на 10 сантиметров, то левые сдвинулись на 20 метров, условно говоря, такое, то есть влево. Поэтому, конечно, сейчас идёт очень такая сильная война, идёт война идеологическая в стране. Ну, кто-то даже говорит, что это холодная гражданская война, с чем я в каком-то смысле согласна. Вот. А с другой стороны, понимаете, я ещё раз повторяю поговорку, которая американскую, которую я очень полюбила, что rock that... Sorry. Hand that rocks the cradle rules the world. То есть та рука, которая качает колыбель, она управляет миром. И, к сожалению, в Америке колыбель качает уже давно рука коммунистов. И она управляет образованием. И я это очень хорошо увидела собственными глазами, когда я училась в университете, уже будучи взрослым человеком. Вот. 12 лет назад, это меня потрясло совершенно. Марсистская пропаганда на кампусах. Абсолютно захвачена вся образовательная система. Ну, и вслед за ней невероятно, конечно, захвачены. Мидия тоже захвачена всеми этими левыми идеями. Потому что пока нормальные люди работали, так сказать, вот эти все паразиты, они занимались тем, что они только, так сказать, устраивали размножение этих идей, их размножали всячески и продавали. Вот. Ну, я не хочу сказать, что преподаватели все паразиты. Я сама преподавала очень много лет. Вот. Но, вы знаете, к сожалению, вот те, у кого нет сегодня трекшн, вот сцепления с реальностью, то есть те, кто находятся в вот этих оранжереях университетов, они очень многого не понимают. Понимаете, это образованные идиоты. Я уже тоже на эту тему говорила. К сожалению, вот эта ситуация с ковидом вообще полностью разрушила у меня последние, так сказать, остатки уважения, в котором каждый образованный человек воспитан. Это уважение к учителям, особенно к профсоюзу учителей Америки. Это они себя показали как полные подонки, которые не хотят работать. Использовали абсолютно все, все возможности вот этого ковида, чтобы не выходить на работу. Вот я, конечно, прекрасно их понимаю. Одно дело, вы должны встать утром, садиться в машину, переться неизвестно куда, в какую-то школу, там сидеть в классе, укращая там детей, которые непрерывно что-то вам подкидывают, какие-то неприятности, потом снова переться обратно, и вдруг у вас появилась возможность просто сидеть дома и, включив компьютер, что-то такое говорить, при этом не будучи, так сказать, включенным в реальный контакт с детьми, потому что это визуальный контакт и реальный контакт, это огромная разница. И вот, вы знаете, к сожалению, вот профсоюз учителей, во главе с дамой, которую я, наверное, ненавижу больше, чем какого-нибудь любого врага, это Рэнди Вейнгартен, это глава профсоюза учителей, значит, совершенно страшная фигура, абсолютно страшная коммунистка. Вы знаете, я вообще не понимаю, как можно назначать учителем и вообще давать в руки всю систему образования детского человеку, который никогда не имел детей. Я уже не говорю про то, что она лесбиянка-кабел, то есть это лесбиянка, которая играет роль мужчины в паре, и которая поменяла там кучу довольно известных дам своих партнеров, и это вообще все Америки известны, и, в общем, это мерзотнейшая тварь, абсолютно безнравственная, и, вы знаете, вот видеть, что этот человек возглавляет систему школьного образования, у меня просто кишки переворачиваются, понимаете, как у матери и у бабушки. Я хочу сказать, что сегодня я хотела посвятить свою передачу немножко, скажем, буклабу, потому что я недавно прочитала книгу, я там участвую в буклабе, в книжном клубе, как это многие американские дамы делают, где мы читаем книги, вот я прочитала книгу, которая вызвала очень много споров, потому что там половине буклаба она понравилась, а половина вообще так же, как и я, в полном омерзении была от этой книги, и я хочу вам сказать, что, вы знаете, очень важно понимать, что мы читаем и что нам преподносится. Вот сегодня вышла эта книга, это Armored Tolls, которая называется «Джентльмен и маска», и она вышла, кстати, на русском языке, ее перевели на русский язык, «Джентльмен в Москве», так вот я бы хотела вот показать, что эта книга, чем она меня так вообще потрясла, и почему я о ней так страстно говорю. Дело в том, что эта книга написана на материале как бы человека, который живет в Москве, она описывает его жизнь с 22-го, 1922-й, по 1956-й год в Москве. Вот, и вы знаете, для человека, который хоть чуть-чуть знает советскую историю, это советский период, как вы понимаете, это все совершенно полная катастрофа, потому что, вы понимаете, значит, вы понимаете, дело в том, что начало, то есть человек, который ее написал, явно читал русскую литературу, это американский писатель, который написал довольно известную книгу «The Rules of Civility», вот, и надо сказать, что она получила очень многие, то есть, опять же, я посмотрела отзывы на Амазоне, везде, там половина примерно отзывов хороших, а половина вот таких же, как я, просто полные, так сказать, люди бросают эту книгу с полным омерзением, вот, и я хочу сказать, что, почему я так вцепилась в эту книгу, и почему я о ней вообще говорю, дело просто в том, что, вы знаете, для человека, который знает советскую историю, это какой-то, знаете, комикс на уровне, ну, вы знаете, сюрреализма, вот представьте себе, начинается, граф Ростов, ну, естественно, что вы понимаете, что автор читал «Войну и мир», или в лучшем случае смотрел оба, так сказать, фильма на эту тему. Граф Ростов в 1922 году тройкой, причем под руководством кого-нибудь, никого-нибудь, а Вышинского, то есть, явно человек что-то читал из советской истории и знает фамилию Вышинский, вот, под руководством Вышинского его осудили на пожизненное заключение за стихотворение, написанное в 1913 году, и это пожизненное заключение, он должен провести не больше, не меньше, как в гостинице, московской гостинице «Метрополь». Значит, ну, вы можете себе представить, вот, как объяснить, например, американцу, который вот ничего не знает о России, и вдруг он читает такую книгу. Ну, понимаете, я могу ему сказать, слушай, парень, вот ты можешь себе представить кого-нибудь, ну, там понятно, что в России вот такая вот изысканная страна, что там за стихотворением могут задать подразделенное заключение. Но в гостинице «Метрополь», вы понимаете, вот, дорогой американец, особенно если ты из Нью-Йорка или где-нибудь оттуда, ты вот представляешь гостиницу «Валдорф Астория». Вот «Метрополь» это абсолютная копия «Валдорф Астории». Он был построен там где-то лет 15 позже, и точное, так сказать, изображение «Метрополь». Кстати, «Метрополь» в Ленинграде тоже такого же типа. Так вот, вы знаете, вот все происходит вот в этой гостинице, все происходит в этой гостинице, все происходит в этой гостинице, «Метрополь». Сначала его переводят из трехкомнатного номера там шикарного свита, его переводят в какую-то маленькую комнатенку, где он там головой стукается, косой потолок, потом он через шкаф там пробивает дырку в соседнюю комнату, там, в общем, где-то на шестом этаже они там его запихали в какую-то служебную комнату, и вот там проходит его жизнь. Но при этом, вот представьте себе, вот этот «Метрополь», он спокойно себе выходит из своего номера, пускай маленького, пускай на шестом этаже, спускается к парикмахеру и стрижется у него. Это период, значит, уже полу-22 год. Он сидит у парикмахера, где он любуется мылом завернутым, французским мылом завернутым восковую бумагу, итальянскими лосьонами, английской мыльной пеной и вообще, так сказать, всей роскошью дорогой европейской парикмахерской. Это 1922 год в Москве, значит, что вы себе представляли, полная разруха, голод, полное разрушение торговли, полное абсолютно, полное уничтожение, рубль просто превращается в абсолютную бумагу, на улицах люди падают мертвые от голода, половина города Москвы, половина Петрограда уезжает, 50% населения Петрограда и Москвы уехало, потому что люди просто поехали в деревню ближе к земле, чтобы хотя бы что-то, какие-то продукты иметь. Вы знаете, но самое интересное, что как раз к разговору о продуктах, что все описание его пребывания в этом отеле это описание просто лукуловских таких перов, таких гностерномических изысков, обедов, куда доставляются птицы из Франции, рыбы с юга Франции, мясо из Австрии, где официант подходит и говорит, нет, вот этот лафит к такому мясу не подходит, а надо взять Бордо там 896 года или что-то в этом роде. Такие разговоры вокруг стола ведутся. Опять же возвращаемся. Значит, 1922 год, это пик практически 21-22 год, это пик голода, полного голода в Поволжье. Умирает миллион человек. Даже уже совершенно оборзевшее нагло советское правительство понимает, что что-то надо делать и они просят Америку о помощи. Вот в этот момент в Америку в этот момент в Америку приезжает Американ Релив Ассоциейшем. Это организация, которой руководил президент Гувер. Это человек, который в последствии, то есть он не был еще тогда президентом, но он впоследствии станет американским президентом. Сначала он станет главой казначейства, а потом американским президентом. Гувер был невероятно деятельным и международно опытным человеком. Он работал в Китае, он закончил горный институт в Стэнфорде, работал в Китае, простите, горный факультет, горный инженер он был. Потом он работал в России, причем в России он очень ценился, ему подарили там позолоченную статую Льва Толстого, который пашет землю с плугом. Вот, он работал, ездил по всему миру и он потом начал возглавлять этот Американ Релив Ассоциейшем. Первый, кого они спасли от голода это была Бельгия. И в благодарность за это они просто привозили продукты, они открывали столовые бесплатные, они начинали кормить детей, потом начинали кормить взрослых. У него был штат, в России всего 300 человек. И он сумел кормить в течение двух лет миллион детей. Только дети, миллион детей получали питание в бесплатных столовых. И вот это был как раз вот Американ Релив Ассоциейшем как раз работало в Советском Союзе, в Советской России с 1919 по 1923 год. Это был пик вот этого страшного голода. Ведь, собственно говоря, как раз в это время Ленин разрешил НЭП, новая экономическая политика, только потому, что они поняли, что военный коммунизм привел страну к полной разрухе, к чудовищному голоду. Надо сказать, что дальнейшая часть книги еще более смешна, потому что там не соблюдается никакие даты нормально. Ну, значит, тот же Вышинский еще не был тогда прокурором. А вот когда его написывает Метрополь, этот автор Армор Толлс, он говорит, что вот здесь праздновалось столетие со дня рождения Пушкина. Ну, где он про это прочитал, я не знаю. Дело в том, что, насколько я помню, дата рождения Пушкина не изменилась с тех пор, как он и родился. И его столетия должны были праздновать в 1899 году, но дело в том, что Метрополь в Москве открылся в 1907, то есть на 8 лет позже. Его еще не было, этой гостиницы, вообще, в принципе. Ну, и у него там безумное количество таких вот ляпов. И причем ляпы очень смехотворные, потому что даже чисто как человек, имеющий музыкальное образование, я совсем расхохоталась. Дело в том, что у него там появляется дочь как бы приемная, которая живет с ним реально в одной этой крошечной комнате там в этом отеле. И вот когда эта дочь появляется у него, когда ей было 6 лет, а потом она до 17 лет растет, и вот в 17 лет он ее застает, что она играет на актерном шопе, она говорит, папа, я хотела тебе сделать сюрприз, вот я выучилась играть на рояле. Ну, во-первых, вы можете себе представить, что для того, чтобы дойти на актерном шопе на номер 2, надо ну несколько лет непрерывно заниматься музыкой и тренироваться, и иметь пианино или хотя бы что-то в этом роде. И точно уже папа, который живет с дочкой в одной комнате, узнал бы об этой активности дочери, не могла она пройти незамеченной, тем более, что тут же не успевает она сыграть этот актерн, как она тут же отправляется на международный конкурс к пианистам, где она играет второй концерт Рахманинова, который уже прямо скажем, далеко не все студенты консерватории четвертого курса способны сыграть. И вот такого роста, такого рода приключения идут непрерывно в это, не совпадение в этой книге. Более того, самое смешное, смешное это концовка. Дело в том, что да, там он все-таки понимает, что быть в Советском Союзе это нехорошо, он помогает своей дочери во время этого международного конкурса бежать за границу, она бежит в Париже в американское посольство по его наущению. Но тем не менее, вообще, вся книга насыщена то ли глупостью полной, то ли полной непониманием советской обстановки. Например, он все время назначает в разных номерах гостиницы разные конфиденциальные разговоры. Там вам надо с кем-то поговорить наедине, чтобы никто не знал, он идет там в номер 331. Ребята, ну, все нормальные люди знают, что в Советском Союзе все гостиницы, где были международные туристы, они были все прослушивались насквозь. То есть, мы могли с таким же успехом прийти в номер к ГБшнику, который, кстати, каждая такая гостиница имела офис к ГБшника, и абсолютно все сотрудники всех этих международных гостиниц, как и гидрин туристы почти практически, все обязаны были докладывать к ГБ или перед этим НКВД все результаты своего общения, все, что они видели, все, что они слышали, иначе им бы там не работать. Вот, и этот момент очень смешной. Потом дальше, ну, апофеоз, конечно, этой ситуации. Судя под книги, этот вот граф Ростов, я уже даже не говорю, извините, что я возвращаюсь, что какой там граф в 22-м году? В 22-м году все графы, которые не сбежали, их всех перестреляли, понимаете? И абсолютно точно в живых бы ему не остаться, этому графу, никогда и никак. Он совершенно непонятно, как вообще функционирует. Все обращаются к нему ваше сиятельство, все обращаются к нему до 56-го года ваше сиятельство и так далее. Это тоже дикий смех. А потом явно автор, начитавшись Набокова, судя по всему, он читал дары и вообще описание вот этого поместья Набокова в Рождественном, где он жил. И вот он награждает своего героя, этого графа Ростова тем, что тот в конце концов сбегает из этого метрополя, там инсценировав, будто он сбежал куда-то в другое место в Финляндию. И он едет торжественно к себе вот в это имение, которое там часто упоминается, там она называется «Тихий час idle hour». И явно это такое изображение Набоковского поместья. И он вот едет туда, как раз он видно по тому, куда он садится, в какую электричку, что он едет в ту сторону. Ну, вы понимаете, это 56-й год. Кто-нибудь из вас когда-нибудь был, хотя бы даже, ну, я не знаю, в Псковской области в 57-м, 58-м, 59-м году? Вот я была, я начала ездить в Пушкинские горы, когда мне было 8 лет, и это как раз вот по дороге, вот эта вся эта зона, это Псковская область, туда там, Гатчинский район, это то место, вы когда едете на Пушкинские горы, вы проезжаете с левой стороны, вот как раз это имение Рождествено, где вырос Набоков. И вы знаете, я просто представляю себе, это, вы знаете, это утопающий в грязи летом, грязные избы, абсолютно нищие, голодуха, пьяные мужики, которых очень мало, потому что после войны их всех перебило, озверевшие, грязные женщины, совершенно замученные, туберкулез чудовищный, у меня у хозяйки, где я жила дома, сын умер, 20-летний, у меня на глазах от туберкулеза, и вы знаете, это такая не считает, это, понимаете, это просто послевоенная Нигерия какая-то, только до морозе, как говорил Сергей Брин, и вот в этот рай отправляет автор книги своего героя, причем, более того, он не понимает простой вещи, что в те времена все советские люди имели прописку, то есть для того, чтобы уехать из Москвы, ты должен был пойти в паспортный стол, взять там штамп, поставить о том, что ты выписываешься, и оставить адрес того места, куда ты прописываешься, потом ехать туда, где ты куда-то едешь, там встать на учет в паспортном столе в милиции, получить штамп по прописке в паспорт, и тогда ты только имел право там жить. Если ты просто приехал туда и болтаешься, тебя могут, так сказать, совершенно спокойно арестовать за бородяжничество, и статья была соответствовать, выслать, куда бы Макар Телят не гонял, в лучшем случае. А учитывая, что человек еще и был граф, то есть через полтора часа после его приезда без прописки, его бы тут же арестовали по доносу соседей, которые первым побежали доносить, как это принято было в Советском Союзе тогда. Потому что все доносили на всех. Поэтому я как раз хотела обратить внимание на эту смехотворную книгу, а я так понимаю, что вам сейчас надо рекламу дать. Пожалуйста, я подожду. Буквально несколько минут рекламы, после чего вернемся и обязательно продолжим. Никуда не уходите. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире Татьяна Минакер. Сегодня такой книжный клуб. Ну, и, наверное, следующую книгу возьмем. Да, так вот, я хотела сказать, что, подождите, я закончу с этой, сейчас мы возьмем следующую книгу. Почему я была в такой ярости по поводу этой книги? Дело в том, что, вы знаете, мы с вами, кто жили в Союзе, мы понимаем, что это ложь, какая-то истерическая, глупая, но люди, которые там где-нибудь живут в Омахе, в Айдахе, которые никогда в жизни не были вообще, не то, что в Союзе, даже в Европе не были, у них создается ложное впечатление о стране под управлениями коммунистов, стране под управлением, которые находятся под управлением коммунистов. И вот это очень важно, потому что эти люди голосуют. У них создается впечатление, что, ну, ничего страшного, но в конце концов, там, ну, вот какие-то странные, там, ненависть к стихам у них, например, вот не любят они стихи, написанные в 2013 году. Вы понимаете, у них же нет представления о жизни ни в какой стране под управлением коммунистов. Если бы оно было, то человек, который, вы помните, была история с высоким, красивым, молодым студентом, который поехал, американским студентом, который поехал в Южную Корею. И чем это закончилось? Что вы привезли в коме, через 7 дней он умер, потому что его там пытали, судили только за то, что он снял плакат, там, какой-то пропагандистский со стены. Оте Вербир. Можете посмотреть на гугле его историю страшную. Понимаете, если бы он знал больше о Южной Корее, он бы, во-первых, туда не перся, а во-вторых, он бы не снимал этот плакат со стены, потому что он понимал, что реакция властей или реакция людей, у которых в мозге совершенно снесены коммунистической пропагандой, непредсказуема, а точнее, скорее всего, предсказуема в самом плохом смысле этого слова. То же самое, почему вот эта книга так опасна, потому что она создает ложное впечатление, она дезинформирует людей, которые ничего не знают и готовы принять любую, и верят всему, что они читают. Понимаете, и вот это, я уже не говорю, что это страшное оскорбление людям, которые бежали из коммунистических режимов, это все равно, что человек бежит, рискуя жизнью, рискуя с тем, что многие расставались с родными детьми навсегда ради свободы, и не встречают каких-то там идиотов, начитавшихся вот таких вот книг, которые говорят, ну а чего вы вообще бежали, какая разница? Я столько таких вопросов наслуживалась от американцев, вы даже себе представить не можете, когда они меня спрашивали, собственно, ну а как вам, лучше здесь нравится или там? Или как вам, а собственно, от чего вы решили уезжать, вдруг ни с того, ни с сего? Понимаете, вот такие книги создают совершенно ложное общественное сознание, и пример такого ложного сознания, это был, наверное, всем вам знакомый, Волтер Дюранти, многие о нем слышали, многие нет, это был человек, который возглавлял в Москве, он возглавлял Нью-Йорк Таймс Бюро, журналист, который посылал такие реляции о счастливой, сытой жизни в Советском Союзе, о полном равенстве, красоте, о том, что все было так замечательно, что тысячи и тысячи людей в начале 30-х годов купили билеты, продали свое имущество, собрались и отправили в Советский Союз строить социализм, присоединиться к этому райоблагоденствию. Концовка была чудовищная, потому что большинство мужчины, все бы погибли практически, к счастью, Советский Союз к женщинам относился с презрением, поэтому их в лучшем случае отправили в лагеря, и они выжили кое-кто, кто в Казахстане, кто в Сибири, и потом, уже после смерти Сталина в 1956 году, они вернулись в Москву, там жили по каким-то жутким коммунальным квартирам, и только начали что-то приходить в себя, когда в 70-е годы стал моден английский язык, и все стали понимать, там поступать эти дети, коммунистическая элита, стали поступать в международные всякие институты, институты международных отношений, и они понимали, что заниматься с преподавателем, который является натуральным носителем английского языка, это очень полезно, собственно, вот эти женщины пожилые уже к тому времени, они нашли себя, то есть они все стали преподавать английский язык в Москве, я многих с ней знала, интервьюировала, но вообще-то судьбы у нее были, конечно, очень трагичные, где-то даже ироничные, потому что, когда выросли их дети и стали расти внуки, они вдруг сообразили, что бабушки-то у них американки, и что они имеют право вернуться в Америку, хотя, вы знаете, интересный был момент, что когда вот эта группа людей прибыла в 30-х годах, у них ведь отобрали паспорта, то есть у них просто сказали, что мы просто берем паспорта там на какую-то проверку, на копирование, а потом просто не вернули их, и все. Эти люди даже потеряли возможность идти в американское консульство и просить о помощи. Вот, так вот, ну, очень многие из них были евреями, кстати говоря, и, вы знаете, миф об каком-то особом уме евреев, он здесь абсолютно, как говорится, разваливается, потому что надо было быть, конечно, классическими идиотами, чтобы ехать, строить рай, вообще туда, где его построить очень трудно. Ну, и, в общем-то, они, тем не менее, они стали возвращаться в Соединенные Штаты, и вот они вернулись где-то вот в 70-х, в конце 70-х годов, то есть уже прожив где-то 40 лет в Советском Союзе, вернулись в тот же самый Бруклин, из которого они уехали. И вот это, конечно, самая страшная ирония, потому что это все очень интересно описывает Сана Красиков. Она написала книгу «The Patriots», вот я хотела, чтобы вы ее почитали, потому что она описывает судьбу вот таких вот обманутых пропаганды, про советской, про коммунистической пропаганды людей. Их были тысячи и тысячи, вы думаете, их было мало? Это была огромная группа людей, которая ехала из Америки строить коммунистический рай в Советский Союз. И о том, насколько вообще книги имеют огромное значение, я хотела еще говорить еще об одной книге, которая была, как ни странно, эта книга была даже цитирована, книга о воспитании детей, как-то не странно, эта книга была цитирована в Wall Street Journal, единственная из всех книг о воспитании детей, потому что там эту книгу написала китайская профессор, китаянка, она профессор Принстона была, она писала книгу о том, как она воспитывала своих дочерей, и вот эта книга совершенно особенная, она была 10 лет назад издана, она была переведена на 70 языков, и я была совершенно потрясена, когда у меня одна туристка из Казахстана, какая-то, одна из первых леди из Казахстана, вдруг мне сказала, что она ее даже прочла на казахском, то есть она на все языки была переведена, и надо сказать, что, почему эта книга так интересна для меня и для очень многих, потому что я живу, ну, будем говорить, сегодня меня часто в Сан-Франциско спрашивают, покажите, пожалуйста, где у вас здесь китайский район, на что я говорю, у нас весь Сан-Франциско, сегодня это китайский район, вот тот район, где я живу, там живут, я когда приехала, это был немецко-еврейский район, а сейчас это чисто китайские, китайцы скупают собственность в Америке как-то сумасшедшие, они даже купили вот эту самую, можно сказать, одну из самых знаменитых гостиниц в Америке, Валдорф, Астория в Нью-Йорке, о которой я говорила, которая стала, так сказать, моделью для постройки митрополии и все так далее в России, так вот, она описывает воспитание детей, почему я об этом говорю, потому что у нее совершенно поразительный был метод умения заставить детей, жестокая, жестокость, заставить детей делать то, что нужно, а самое главное, научить их понимать, что можно преодолеть трудом и попытками бесконечными, можно преодолеть любое «не могу». И вот она там описывает в этой книге, как девочка у нее занималась музыкой и должна была сыграть какого-то ослика, такая пьеска маленькая, где вы должны руки перекрестить играть левой рукой, то, что правой рукой играется правой рукой, то, что левой, действительно, очень непросто, особенно в начале обучения, когда вы только начали обучаться. Да, так вот, она говорит этой девочке, ты не станешь с этого места, ты ни в туалет не пойдешь, ни пить не будешь, ни есть, пока ты не сыграешь этого ослика. Девочка там плачет, не хочет, и вдруг она пытается еще раз и еще раз, и вдруг она говорит, мама, посмотри, у меня получилось, я смогла, я смогла сыграть этого ослика. И вот, вы знаете, вот это то, что меня поразило, я вот все время наблюдаю разницу в воспитании детей китайцами и американцами, это чудовищная разница, вот надо это видеть, именно потому, что я живу в китайском районе, я это очень хорошо вижу. Более того, я училась в университете в Сан-Франциско, где половина там студентов китайцы, и я видела, как они занимаются в сравнении с американцами. Вот, вы знаете, вы садитесь в библиотеке утром в 9 часов, рядом с тобой садится китаец, он опускает голову свою черную, лица вы не видите, в книге оно, и вот, вы знаете, до 11 вечера он сидит, вот я даже думала, господи, ну ходит он когда-нибудь в туалет, там о том, чтобы завтракать, на ланч, там, забудьте об этом. Вот, и вы вот выходите, одуревшие совершенно из этой библиотеки, на солнечную полянку, лужайка перед библиотекой, сидят американские студенты, там, с пивом, марихуанку подкуривают, с девушками флиртуют, а китайцы сидят и головы не поднимают над книгами. Вот, это колоссальная разница, и вот, как раз, вот эта книга Эми Чу, которая называется The Battle Hymn Of The Tiger Mom, победная песня мамаши тигрицы, вот, эта книга как раз показывает, как воспитывают детей китайцы. Вы знаете, когда эта книга была напечатана, то на эту женщину, она в Америке преподает, профессор, университета, вот, на нее набросились все, что-то, child abuse, там, что она неизвестно, чем занимается, и вообще реакция была абсолютно сумасшедшая на эту книгу в Америке. Это было 10 лет тому назад. Вы знаете, и один мой знакомый, я спросила, как ты думаешь, почему такая реакция на эту книгу? Он мне ответил, ты знаешь, эта книга показала, что американцы боятся двух вещей. Они боятся Китая, а во-вторых, они боятся своих детей. То есть, если раньше Господь Бог, родители, дети, то сейчас, поскольку Всевышнего не существует больше, то дети заняли место Всевышнего. То есть, все семьи в Америке превратились в детоцентричные. То есть, культ детей и дети становятся нарциссами. Они считают, что они центр жизни, они так воспитаны. Слово «нет» никто не знает. И фактически это приводит к чудовищным катастрофам в дальнейшем и для них самих, и для их родителей. Потому что, знаете, когда человек не может, родители не могут сказать слово «нет» ребенку, то ребенок не может сказать слово «нет» сам себе. Потом все, что говорят родители, человек потом говорит сам себе. И вот когда это слово «нет» не произносится, человек сам себе слово «нет» сказать не может. И вот такой человек обречен, потому что Он всем своим капризом, похотем, всему он даёт удовлетворение, а это, в общем-то, рецепт для катастрофы. И вы знаете, ещё один момент интересный, почему я как раз об этом хотела говорить, но я думаю, это уже будет наша следующая передача, потому что вот это умение... Невероятно тяжело работать, невероятное терпение. А я когда выхожу из дома в 6.30, то обычно всех вокруг меня очень много разных кумон. Знаете, кумон – это такой тьютерный бизнес. Там японцы его начинали, а потом китайцы перехватили, и там дети занимаются после школы ещё дополнительно занимаются математикой, английским, чтобы выбиться вперёд, чтобы лучше оценки получать. Так вот в 6.30 около семи из этих кумонов выходят родители с детьми, с китайскими в основном, потому что они сначала идут в школу, потом они идут в эти кумоны, а потом они идут домой быстро ужинают и садятся готовить уроки на следующий день к школе. То есть вы понимаете, естественно, что у них совершенно другая подготовка. Я когда у меня в школе учился сын, ну, двое моих детей учились из троих, такая школа была Лоуэлл, Сан-Франциско. Она была как бы очень такая престижная, потому что туда брали детей на основании только очень высоких оценок. Самые-самые лучшие показатели надо было иметь. И когда я приехала туда, на родительское собрание, я увидала, что я сижу в зале. Ну, у меня было такое ощущение, что я нахожусь в Пекине, потому что там просто никого не было, кроме китайцев. Но несколько вот русских семей там было, и всё. И я подошла к директору, который был в тот момент ещё еврей, кстати говоря, сейчас там уже тоже китайский директор. Так я его спросила, скажите, а почему у вас столько китайцев? Он говорит, вы понимаете, у нас количество баллов для китайцев 187, чтобы поступить в эту школу, для белых 120, для чёрных латино 87. Если я сделала одинаковые баллы, то вообще здесь кроме китайцев никого не будет. Просто никого. Вот это то, что сейчас происходит в американских университетах, потому что китайцы недовольны дискриминацией. Хотя на самом деле, если им дать равные баллы с белыми, там уж не говоря про чёрных и латино, то там вообще никого, кроме китайцев, не будет. Потому что они настолько приучены заниматься. И так рано начинают учиться, с трёх лет практически. Кстати, еврейские дети тоже раньше так начинали учиться, уже даже в самом нищем местечке. Дети в три года уже шли в Ешиву учить Тору. И вот начинали учиться читать. В три года. Это было положено по закону. Вот. Сегодня, куда бы вы ни пришли, везде китайцы. В оркестре китайцы, потому что они занимаются музыкой с трёх лет, и занимаются много-много часов упорно. Я живу в этом районе китайском, и когда идёшь по улице, особенно летом, окна открыты, из-за всех окон несётся либо звук пианино, либо скрипки. Все они занимаются. Они не шляются по улицам, не шляются ни с наркотиками, ничего там. О том, чтобы китайская девочка где-то болталась и забеременела, вы знаете, это самым страшным с ней не может присниться. Понимаете ли? Вот. А когда я вижу, ну, белых у нас там особенно нет, но нас, интересно, к нам привозят чёрных в школу. У меня рядом со мной школа, восьмилетка. И туда приходят автобусы, и туда привозят из районов таких, как бы не очень благополучных, привозят чёрных. Это, знаете, бассинг называется. Такая система в американских школах, когда, чтобы уравнять уровень учащихся, они из плохого района на автобусе привозят детей в хороший район. И вот я смотрю вот в этом хорошем районе, эти китайцы прутся со своими рюкзаками в школу с такими упертыми лицами, а чёрные тут же разворачиваются, знаете, такие развально распущенные, зубы золотые, кстати, в восьмом классе, можете себе представить, кроссовки там по 200 долларов. У китайцев кроссовки по доллару, они там всё покупают в этом, как это называется, магазин-то, где долларовый магазин, я уже забыла, как он называется, вот, где сдают поношенные вещи. А чёрные вот такие кроссовки по 200, найки там по 200-300 долларов, золотые зубы, но при этом они разворачиваются и шляются около школы и не идут в школу. Я как-то подошла к такой группе и говорю, ребята, а вы вот потом, когда на работу устроиться, не сможете, потому что у вас нихрена знаний не будет, вы будете меня обвинять, что вам белые не дают вообще, дискриминацию делают вам. Вы почему не в школе? Что вы болтаетесь-то здесь? Ну, в общем, это, конечно, уже совсем другая тема. Но и возвращаясь к китайцам, я хочу сказать, что на сегодняшний день попытка Америки конкурировать с Китаем уже потеряна. Я вижу очень хорошо, потому что, опять же, возвращаясь к теме с самого начала, что Handwich Rocks the Cradle Rules the World. То, как они воспитывают детей, их учителя, одни не говорят, ой, ты такой красивый, ты такой хороший, давай мы дадим тебе приз, хотя ты вообще по математике дважды два сложить не можешь. А вот это интегральное уравнение решает, ну, вы абсолютно одинаковые, все замечательно. Нет, они говорят, ты дурак, иди учись, чтобы ты не показывался здесь, пока ты не выучишь это, это и это. А американский преподаватель говорит, дети, вы все одинаковые, все замечательно, давайте возьмем черного Тома и Сама, они нихрена не знают, они к седьмому классу считать не научились, но это потому они не научились считать, потому что у них черная кожа, и мы белые перед ними, все виноваты. Давайте их возьмем, они будут вместе с нами учиться. Что после этого происходит в классе, даже те, кто умеют читать, перестают читать тоже. Вы знаете, как говорит поговорка, российская была такая поговорка, что если вы бросите скоромное в бочку с постным, то не скоромное станет постным, а постное станет скоромным. Вот это то, что, к сожалению, сегодня происходит в Америке, и я думаю, на этом мы будем потихонечку заканчивать наш разговор, а о Китае мы будем продолжать в следующей передаче, потому что это очень серьезная и очень важная тема. Спасибо огромное, Татьяна. Действительно, темы, которые вы подняли, они действительно очень важны. Я смотрел интервью когда-то давно, ну, несколько лет назад с автором книги о воспитании детей. Мама Тайгер на Fox News она давала интервью. Они действительно так воспитывают строго, и вы, пожалуй, правы, что китайцы нас, пожалуй, мы проигрываем Китаю. И вот основная причина даже не то, что они воруют нашу интеллектуальную собственность, и даже не то, что наши корпорации продают нашу страну за тугрики, так сказать. А вот то, что они учатся, то, что они познают знания, питаются знаниями, а мы становимся нацией такой оболваненной и совершенно не готовой к реальности. Спасибо. Пожалуйста. Я рада вас слышать. Мы еще будем говорить о Китае в следующий раз. Обязательно. Всего вам самого хорошего. Хорошего дня. Спасибо за передачу. Пока. Спасибо вам.